Стоит признать, что учитель – это одна из немногих профессий, которой нельзя отдаваться наполовину. Быть учителем не всегда легко, а быть молодым специалистом – целая наука. Каждый педагог мечтает о новых свершениях, надеется на надежную поддержку опытных коллег и руководства, дружную команду единомышленников. В этом учебном году педагогический коллектив «Средняя школа номер 11» города Бреста пополнили 14 молодых специалистов. На сегодняшний день в учреждении образования обучается 3 121 учащихся, работает 200 педагогических работников. В этом учебном году педагогический коллектив пополнили 14 молодых специалистов. Всего в учреждении образования работает 47 молодых специалистов 1-2 года работы и 20 молодых педагогов, которые вышли из статуса молодой специалист, но остались работать в учреждении образования. В учреждении образования созданы все условия для молодых специалистов, для их введения в профессию и адаптации. За каждым молодым специалистом в учреждении образования закреплен наставник. Это опытные педагоги, которые обучают, наставляют, поддерживают, оказывают не только методическую помощь, но и психологическую поддержку. Также в учреждении образования работают школы молодого учителя. Это для учителей начальных классов иностранного языка и учителей точных наук. Среди тех, кто, казалось бы, только недавно был студентом, Алина Кузьмич сегодня. Место девушки уже не за партой в аудитории, а у доски. Ведь Алина Вячеславовна – молодой педагог начальных классов. Любовь к данной профессии у девушки появилась не случайно. Сегодня она не жалеет о своем выборе. Коллектив встретил ее весьма дружелюбно. Взяла пример со своей классной руководительницей. Я хотела стать как она. То есть мне это все нравится. Сегодня в моем классе 22 человека. Работать не очень тяжело, только тяжело справляться с дисциплиной класса. А так в основном дети привыкли ко мне. Я тоже к ним привыкла. Показала себя. Они мне показали, какие они. Пока вроде бы все хорошо. Поначалу, когда я сюда пришла, мне было страшно. Было много вопросов, как ко мне отнесется руководство, как меня примут родители, дети. Но благодаря коллективу и администрации школы, я им очень благодарна за то, что они мне помогали. Всегда мне говорили, обращайтесь за помощью, если что-то непонятно. Ну то есть никогда не оставляли в беде. Все объясняли, все рассказывали, все помогали, поддерживали всегда. Для молодого учителя физкультуры Владислава Карнацкого начало педагогической работы также началось с чистого листа. Сегодня Владислав Дмитриевич преподает физкультуру в младших классах. Свои первые уроки мужчина помнит хорошо. Присутствовало не только волнение. Думал, что ничего не получится, но все получилось на все сто. Сегодня на качество работы влияют и жилищные условия. Так Владислав снимает квартиру, за которую часть платит учреждения образования. Ну прям такой цели, чтобы становиться педагогом никогда не было. Сам занимался спортом. Решил поступить в Полейский университет. И там по истечению обстоятельств, наверное, просто повезло. Сам в Смогилевской области, из города Бобруйска попал в 11-ю школу. Было распределение с Полейского государственного университета на московский отдел образования. Бонтовского отдела образования отправили в 11-ю школу. Очень хорошая база, то есть много всяких стадионов, есть футбольные, залы есть спортивные, площадки баскетбольные, хоккейные есть площадки, волейбольные также. На работу пришел 15 августа. Все нравится, все устраивает. А вот еще один молодой специалист Никита Доберчук с коллективом 11-й школы, знаком еще с 4-го курса. Со второго семестра Никита Александрович начал работать педагогом, а по окончанию Брестского государственного университета имени Пушкина распределился в уже знакомую школу. Потому начать учебный год уверенно для него не составило труда. Сейчас Никита Доберчук к каждому уроку готовится по-особенному, так сказать, не ведет сухим языком, а делает все, чтобы детям было интересно. Я применяю на каждом своем уроке наглядность. То есть наша школа, большое спасибо за то, что она обеспечена всем, для того, чтобы дети комфортно обучались, проекторы. Поэтому я показываю им все наглядно, карты, схемы, это все выводится на экраны, с помощью этого дети могут получать знания. Может это им быть интереснее, чем если бы я просто так им что-то рассказывал. Все те молодые специалисты, с кем сегодня пообщалась наша съемочная группа, не собираются менять свою профессию. Это подтверждает, что задача любого учреждения образования не только качественно принять молодых специалистов, чтобы им было удобно и комфортно преподавать, но и сделать так, чтобы они в дальнейшем остались здесь работать. По итогам прошлого учебного года 20 молодых педагогов остались в учреждении образования, закрепились и продлили трудовые отношения с нашим учреждением образования. Руководство учреждения образования, согласно коллективного договора, материально стимулирует молодых специалистов. Все их начинания, творчество, инициативы, участие в конкурсных движениях, все это не остается незамеченными. Для молодых педагогов есть такая ступенька карьерного роста. Это молодые педагоги, которые к нам пришли в первые годы работы, многие из них уже стали председателями первичных профсоюзных организаций. Кто-то стал и заместителем директора. Сегодня у начинающих молодых учителей впереди большой и нелегкий путь, который они пройдут с поддержкой большого и дружного педагогического коллектива.